Всем привет, с вами Стас Быков. Сегодня будет очень важная тема, особенно о ней задумываются те, кто вот сейчас заканчивает школу, кто поступает куда-то, какую же профессию выбрать, чтобы через год, через три, через пять лет жить успешной жизнью и получать достойные деньги за свою работу. Вы сами понимаете, что жизнь сейчас очень быстро меняется, многие профессии сходят на нет, они вообще исчезают из нашей жизни. Я провел анализ и выбрал семь самых перспективных и успешных профессий, на которые нужно обучаться уже сейчас, чтобы зарабатывать хорошие деньги в недалеком будущем. Погнали! И первая профессия это маркетолог-аналитик. Я сам по специальности информатика-экономист учился в академии на факультете прикладная информатика в экономике. Я понимаю, о чем говорю. Сейчас очень большой объем данных, очень много рекламы, маркетинга и все это необходимо как-то анализировать и выдавать результаты. Поэтому вот у меня сейчас в основном работа складывается на аналитике. Я анализирую, я выдаю какие-то результаты, особенно когда сервисы какие-то анализирую. Вы можете это все видеть в моих видео уроках. И я понимаю, что эта профессия сейчас востребована, но дальше она еще больше будет необходима. Сейчас есть такое понятие как Big Data, работа с большими объемами данных, с рекламой работы, с пониманием источников трафика. И вот есть люди с таким же мышлением, с аналитическим, которым как раз подойдет данная профессия. Освоить профессию маркетолога-аналитика и другие, о которых мы далее в этом видео поговорим, можно в GeekBrands, образовательной экосистеме, входящей в Mail.ru Group. Ни один бизнес сейчас не может существовать без сайта и нуждается в повышении эффективности маркетинга и дизайна. Услуги аналитика востребованы и высоко оплачиваются. UX-аналитик – специалист, который умеет собирать и анализировать данные пользователей для эффективного улучшения продукта. Интерфейсов сайта или приложения. Средняя зарплата специалиста в России составляет 100 тысяч рублей. Во время обучения на факультете студент научится проводить интервью и UX-тесты, строить гипотезы и проводить АБ-тестирование, проводить анализ данных с помощью Python, анализировать поведение пользователей при помощи когнитивной психологии, строить и анализировать маршруты пользователей в продукте, отрисовывать интерфейсы и прототипы Figma. Данная профессия подойдет и новичкам, если вы хотите освоить новую профессию, аналитикам и маркетологам, продакт-менеджерам и дизайнерам. Формат обучения удобен каждому – онлайн-лекции, видео, форкшопы и интерактивы. Вам гарантируется трудоустройство в GeekBrands или в компании-партнере после окончания обучения и соблюдения условий прохождения курса, получение сертификата с государственной лицензией, преподавательский состав от ведущих компаний, Касперский Lab, Mail.ru Group, Wildberries, возможность оплаты курса в рассрочку или в конце его прохождения. Во время обучения студенты будут работать с реальными кейсами и проектами, которые позволят получить первый практический опыт и пополнить резюме. Вам доступна 50% скидка на курс по ссылке в описании. Начните строить свое будущее прямо сейчас, ссылка находится в описании и закрепленном комментарии. Второе направление – это вебмастер, человек, который работает в сайтостроении и делает их под определенные бизнесы. Конечно, они были актуальны 15 лет назад и сейчас актуальны и будут еще дальше, потому что мир уходит в интернет. Сейчас под любой проект, под любую задачу необходим свой сайт. Это или лендинг пейдж, это или посадочная страница, интернет-магазин, корпоративный сайт. Бизнесы тоже, многие закрываются, многие открываются. И сейчас, если вас нет в интернете, тогда у вас нет бизнеса. Поэтому сайт – это необходимость для того, чтобы ввести бизнес и работать со своими клиентами. Человек, который будет заниматься сайтостроением, он будет всегда востребован, это я знаю по себе, потому что я с 2004 года разрабатываю сайты и клиентов очень много. И вот если у вас есть задатки к этому, вам хочется программировать, вам нравится дизайн, собирать вот эти модули, движки сайтов, то, конечно же, продумайте вот эту стратегию, чтобы вам обучаться на вебмастера. И тогда вы также будете востребованы на рынке. Третья профессия – это видеомонтажер. Сейчас все зависит от видеоконтента. Любые продажи лучше идут с видеоконтентом. Посмотрите, как блогеры работают, посмотрите, как коммерческие организации, они создают своих блогеров. И тем не менее, все это связано с тем, что необходимо обрабатывать видеофайлы, необходимо делать монтаж, цветокоррекцию, какой-то продакшн, сценарий продумать. И вот это очень важно, вся эта деятельность, связанная с видеоконтентом. Она сейчас очень востребована, она прямо на пике. Но дальше, чем мы будем развиваться, интернет-технологии развиваются, конечно, это все будет расти. Появляются новые авторы, появляются новые бизнесмены, появляются новые компании, появляются новые идеи и задачи, под которые необходимо делать видеосъемку и делать видеомонтаж. Поэтому специалисты в этой области, они всегда будут востребованы. И вот в комментариях напишите, какое у вас направление, что вам больше нравится делать, что бы вы выбрали. Сейчас вот до конца вы прослушаете все топ-7 профессий. И напишите, какая профессия вам ближе, чем вы хотите заниматься и как себя реализовать. Мы сейчас не говорим про заработок за одну минуту. Мы говорим про работу, которая будет вас кормить, в котором вы будете становиться профессионалом и потратите на это годы своей жизни. Это очень важно, поэтому прямо сейчас посидите, подумайте и обязательно продолжите просмотр этого видео, чтобы узнать следующие профессии. Четвертая профессия – это менеджер проектов, он же администратор. Сейчас очень много различных клиентов, компаний, задач, вопросов. И это все нужно как-то администрировать. И для этого есть отдельная специальная должность. Это менеджер проектов, который разбирается со всем этим. Он может объединить, например, заказчика и веб-дизайнера. Он разговаривает на разных языках, на техническом. Он может поговорить и с заказчиком, который не понимает ничего, например, в сайтостроении. И найти общие языки между ними и доносить информацию. Менеджер проектов, он координирует, он контролирует каждый этап развития проекта. И такие люди сейчас необходимы. Что уж говорить через год, через два, через пять лет, когда рынки еще больше разовьются. Потому что главная задача компании – это же работать под клиента, работать эффективно, чтобы клиент был всегда доволен, а делать качественный продукт. И здесь от менеджера проектов, они просто необходимы, чтобы они контролировали все вот эти точки взаимодействия. Не только с клиентом, но и внутри компании. Компания же может быть большой, она может работать в разных городах, в разных странах. И кто это будет все контролировать? Конечно же, менеджер проектов. Поэтому тоже рассмотрите данное направление. А мы переходим к следующей профессии – это разработчик мобильных приложений. Сейчас телефон есть у каждого, у кого-то и два, и три. И мы видим, как эта сфера растет. Вообще, IT-технологии, они развиваются. И чем дальше, тем больше будет рынок. И вот здесь мы понимаем, что эти приложения, они хорошо монетизируются. Покупка каких-то дополнительных функций, продажа рекламы в своих приложениях. А если рынок хорошо монетизируется, есть спрос от рекламодателей, то, конечно же, он дальше будет развиваться. И вы посмотрите, как за последние 10 лет развиваются мобильные технологии. Как развивается рынок телефонов, появляются какие-то новые фишки, появляется дополненная реальность, появляются новые приложения, социальные сети. И вы тоже можете изменить этот рынок. Вот прямо сейчас, если вы будете изучать это направление, если оно вам нравится, то через 5, через 15, через 20 лет вы можете изменить рынок. Вы можете придумать какое-то приложение, которое всем понравится, которое будет улучшать жизнь людей. И тогда вы также будете хорошо зарабатывать. Здесь, конечно, есть тема для отдельного ролика, как вы будете работать. Можно работать на большую телекоммуникационную компанию, быть уверенным в себе в завтрашнем дне. Или можно работать как обычный фрилансер, разрабатывать мобильные приложения. Если хотите, мы можем отдельно в следующем ролике об этом поговорить. Напишите об этом в комментариях. Но суть в том, что мобильные приложения – это высокоразвивающий рынок. И чем дальше, тем быстрее он развивается. И прямо сейчас нужно обучаться созданию мобильных приложений. Шестая профессия – это разработчик игр. Как без игр-то, конечно же, существовать? Вы сами сейчас посмотрите на банальном примере. Дети, которым года еще нет, они уже сидят за телефонами, сидят за планшетами и играют. Игры – это наша жизнь сейчас. Конечно, было сложно представить 20 лет назад, что когда-то люди будут массово играть, будет создаваться киберспорт как отдельное направление. Там будут платить деньги, там будут рекламодатели. А сейчас это норма. На играх также можно зарабатывать, можно продавать какие-то допы, можно продавать встроенную рекламу. Можно делать мобильные игры, можно делать игры для консульта, для компьютера. И вот это направление, оно еще сильнее будет развиваться в ближайшие годы. Вы сами это увидите. Я вам рекомендую прямо сейчас задуматься над тем, чтобы посвятить хотя бы часть своей жизни тому, чтобы прокачиваться в этом направлении и создавать крутые игры. Конечно, игры бывают разные, бывают обучающие, бывают развлекательные, бывают, которые давят на эмоции. Но это все развитие этой сферы, развитие этой ниши. И только вы сможете на нее повлиять, если будете обучаться как разработчик игр. Могу с своей стороны сказать, что эта сфера действительно за последнее время очень сильно подросла. Но чем дальше, тем больше будут востребованы такие специалисты. Потому что, ну и сфера, она меняется. 5 лет назад были одни игры, сейчас другие. Представьте, что будет через 5 лет. Когда еще больше IT-индустрии разовьется, появятся новые технологии, новые оболочки, новые инструменты для создания игр. Тогда, конечно, уже виртуальная реальность есть. И она у многих в быту находится. VR-очки, дополненная реальность. Все это происходит у нас наяву сейчас. И вот если вы запрыгнете в этот поезд, то, конечно же, через какое-то время, когда вы обучитесь, прокачаетесь, вы будете незаменимым специалистом в этой сфере. Но еще одна профессия, которую я оставил напоследок, но она не менее важная. Я бы сказал, даже самая востребованная профессия, которая будет держать всю эту инфраструктуру. Это программисты. Потому что они продумывают, как это все будет работать. Вот веб-мастер работает, например, с веб-сайтами, CMS-системами. Но кто-то же разработал эту CMS-систему. Кто-то разработал это ПО для работы с большими объемами данных. Когда игра работает по сети на каком-то сервере, кто-то поддерживает этот сервер, разрабатывает новые скрипты. И, конечно же, это программисты, которые лежат в основе всего. И сейчас они получают очень хорошие деньги. Но в недалеком будущем они еще больше будут получать, потому что от них будет все зависеть. Да, программисты находятся не над системой. Они находятся в системе. Они контролируют ее, они пишут коды, работают с нулями, единицами. Если у вас тоже анализический склад ума, вам нравится логика и работать с цифрами, то, конечно же, вы можете посвятить себя, свою жизнь программированию. Вы сможете создавать такие вещи, которые будут менять рынки, будут менять людей, будут приносить полезные продукты. И самое главное, что вы будете всегда востребованы. Я рекомендую вам выбрать какое-то узкое одно направление и становиться в нем профессионалом. Тогда вы будете всегда зарабатывать хорошие деньги и менять виртуальный мир. Самое главное, выбирайте профессию по своей душе, чтобы она вам нравилась, чтобы вы приходили на работу как реально, на праздник. Не забывайте поставить лайк. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях под этим видео. Также напишите, какую профессию вы выбираете. С вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока. Пока.